Во время армянской литургии в соборе святого Петра в Риме в память столетия с начала массового истребления армян в Османской империи в Первую мировую войну, Папа Римский Франциск назвал массовое убийство армян первым геноцидом 20 века, за которым последовали нацистский холокост и преступления сталинизма. «Сокрытие или отрицание зла, подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали», — сказал Папа Франциск. В ходе литургии понтифик причислил армянского святого поэта и богослова X века Григора Наракадсе к сонму учителей церкви. На литургии присутствовал президент Армении Серж Сарксян. После этого Турецкое министерство иностранных дел объявило о вызове посла Ватикана в Анкаре. Турция не признает случившееся геноцидом и ранее выражала резкий протест, когда Папа Римский впервые употребил этот термин по отношению к событиям 1915 года. По оценкам армянских и многих независимых историков, во время Первой мировой войны в результате систематических убийств со стороны турецких войск погибли полтора миллиона армян. Турция считает эту цифру завышенной и объясняет гибель армян реалиями военного времени. Армянское население Османской империи перед Первой мировой войной составляло два с половиной миллиона. В ходе воскресной литургии Папа Римский сказал, что на протяжении прошлого столетия человечество пережило три огромных и беспрецедентных трагедии. Жертвой первой из них, которую многие считают первым геноцидом 20 века, стал армянский народ. Сказал Папа Франциск, добавив, что за этим последовали преступления нацизма и сталинизма, а также геноциды в Камбодже, Руанде, Бурунде и Боснии. По словам понтифика, он считает своим долгом почтить память безжалостно убитых ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей, священников и епископов. Армения отмечает 24 апреля как день памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году в Стамбуле были арестованы сотни представителей армянской интеллигенции. 19 стран, в том числе Франция, Бельгия, Италия, Россия, Канада, Аргентина и Ругвай официально признали эти трагические события геноцидом.